Сегодня тариф за электроэнергию для населения составляет 77 тыинов, а малообеспеченные семьи получают по 50 тыинов. Сумма, получаемая за реализацию электричества, распределяется на замену электрических сетей, трансформаторов и на оплату труда энергетиков. В прошлом году наша компания произвела замену автотрансформатора 125 мА на подстанцию узловая на 250 мА, на подстанции Аларча автотрансформатор 200 мА заменен на 250 мА, заменены трансформаторные воды 59 штук на 27 подстанциях, 110 кВт. Этих средств, конечно, недостаточно, потому что сейчас у нас самый низкий тариф в странах СНГ. Так энергетическая отрасль и по сей день работает себе в убыток. Действующие тарифы абсолютно не соответствуют себе стоимости. На фоне энергокризиса президент Садыр Джапаров на странице в Facebook анонсировал необходимость повышения тарифа с мая месяца 77 тыенов до 1 сома. Уважаемые кыргызстанцы, считаю правильным предоставить актуальную информацию об энергетической отрасли. В советское время у нас был избыток производства электроэнергии, и мы экспортировали ее в соседние страны. За годы независимости, к сожалению, не было построено ни одной гидроэлектростанции. Количество нашего населения увеличилось в полтора раза. В разы увеличилось количество построек. Если в 1991 году потребление электроэнергии составляло 9 миллиардов, то на сегодня оно составляет около 16 миллиардов. Трансформаторы большой мощности и высоковольтные линии также не обновлялись. Износ электрооборудования составляет более 80%. Указанные сооружения были построены во времена Союза и работают до сих пор. При этом долг энергоотрасли составляет 137 миллиардов сомов. Грубо говоря, отечественная энергетика стала полуживой. Последние 15 лет в зимнее время года мы импортируем из соседних стран 3 миллиарда киловатт-час электроэнергии, примерно за 3 сома. Населению предоставляется по цене 77 тыинов. Малообеспеченным семьям по 50 тыинов. Горным и отдаленным районам по 77 тыинов без лимита. И все это накладывается бременем к имеющимся долгу в 137 миллиардов. Какие же тарифы мы установили в прошлом году? Для горнодобывающей промышленности 5 сомов 4 тыина, для государственных и средних предприятий 3 сома 40 тыинов, а для населения оставили 77 тыинов. Таким образом, принимаются меры по недобщению увеличения долга энергетического сектора. В будущем мы полностью погасим ее задолженность. Энергетика получит полноценную возможность обеспечивать страны собственной электроэнергией. В этих целях строится около 50 средних и малых ГЭС. Ведется подготовка к строительству Камбаратинской ГЭС-1. Теперь о сегодняшних локальных отключениях электроэнергии. Я напрямую получаю информацию о текущей ситуации в энергетике. Веерных отключений не было. Потребление электроэнергии значительно увеличилось из-за сильных холодов. На оборудование приходится нагрузка. В этой связи вынуждена временно отключается электроэнергия, чтобы сохранить оборудование и не допустить аварийных отключений. Если работы по снижению энергопотребления не будут проведены вовремя, это может привести к системной аварии не только энергосистемы Кыргызстана, но и объединенной энергосистемы Центральной Азии. Говоря простым языком, как капитально отремонтировавший устаревший непригодный автомобиль, так и государство с помощью наших профессионалов хорошо подготовилось к зиме, несмотря на старое электрооборудование. Дай бог, мы хорошо выйдем из зимы, приносим свои извинения перед населением, если были отдельные неудобства. Однако год за годом наша энергетическая система исправляется. Мы прилагаем для этого все усилия. В завершение хочу обратиться к народу. С учетом всего вышеизложенного, начиная с мая этого года мы поднимем тариф на электроэнергию с 77 тыинов до 1 сома. Если мы этого не сделаем, мы рискуем навсегда потерять нашу энергетическую отрасль, потому что к себестоимости произведенной у нас электроэнергии в 21 тыинов добавляются затраты на оплату труда энергетиков, замену устаревших трансформаторов. Проводов, столбов и стоимость 1 кВт-час электроэнергии в итоге составляет 2 сома 38 тыинов. Остальное вы уже можете проанализировать самостоятельно. 77 тыин практически получается оплачивает 80% потребителей электрической энергии. Некоторые, кто больше чем 700 кВт-час электрической энергии платит 2,16 тыинов, а коммерческая организация 2,50. Внутренний и внешний долг энергетиков получился где-то 137 миллиардов сомов, которые озвучил тоже президент недавно. Поэтому повышение тарифа, мне кажется, как раз необходимо в данном случае. Кыргызстан последние 15 лет в зимний период импортирует 3 миллиарда киловатт часов электроэнергии у соседних стран примерно за 3 сома. При этом долг в энергоотрасли составляет 137 миллиардов сомов. Сначала независим, в течение 10-15 лет вообще энергетика была в застойном состоянии. Тариф надо признать, это как и хлеб, товар, ее надо покупать. Поэтому сейчас энергетика к очень тяжелым кризисам состояния. Все оборудования в энеретике устарели, 50-60-70%. Вопрос связан с тактовым водохранилищем и связан с погодным слоем, что летом, допустим, засуха будет, воды мало будет, будем импортировать электрический, только решиться вопросом строительства Камбаратинская ГЭС-1. Вывести страну из энергокризиса возможно строительством новых ГЭС. Сегодня по республике возводится 50 средних и малых гидроэлектростанций. И также реализуется масштабный проект Камбаратинская ГЭС-1. При ее внедрении страна получит энергонезависимость, большой экономический рост, но и сможет стать экспортером для ряда стран. Если построим, мощность электростанции будет порядка 2000 мегалотт. Это серьезно. У нас вот эта линия строится, кажется, тысяч. Сейчас линия в этом году закончится до Таджикстана, а Таджикстан дальше берет Пакистан, Афганистан. Вот предположительная цена тогда, может, и больше будет потом. По 9 сумм продавали бы, а сейчас 7 сумм по 9 сумм. Более того, это выгодный проект. Мы будем расшириться только начиная, как только начинается поставка туда, из этих денег расширимся с этими, допустим, потребителями. В начале 90-х годов население Кыргызстана составляло около 3 миллионов человек. Сегодня показатель увеличился в два раза. И, следовательно, потребление электроэнергии. Так, в процентном соотношении ежегодно потребление увеличивается на 5-7%. В предстоящие годы страна будет стоять на пути модернизации в энергоотрасли, чтобы вновь стать энергонезависимыми.